Здравствуйте! Меня зовут Маслова Инна Владимировна. Я выпускница шестого уровня Института корейского языка при Университете Йонсэ. У меня есть степень бакалавра по английскому языку и английской литературе, факультет гуманитарного образования при Университете Конгук. И также степень магистра программа Global MBA, магистратура делового администрирования при Университете Йонсэ. Сейчас я являюсь директором Корейской ассоциации молодежи из мультикультурных семей. И также принимаю участие на корейском телевидении. Я участник новостей на канале ТВ Часон. Также я преподаватель лекции на русском языке. ИБС, экзамен на знание корейского языка, ТОПИК. Я участвую в прямом эфире на канале ТБС, передача «Сеул сегодня» как участник новостей. И также участник передачи радио КБС-3, передача «Мы корейцы». Также я была ведущей новостей, политические новости на канале КТВ, передача «Надежда на новое поколение». Предисловие. Лекции по экзамену на знание корейского языка ТОПИК уровень 1 в основном сосредоточены на аудировании и чтении. Содержание. Лекции основаны на четырех уроках с заданиями и ответами из учебника подготовления к экзамену. Каждый урок разделен на семь лекций. Длительность каждой лекции 25-30 минут. Особенности лекции. В зависимости от вида заданий в лекциях будет предложен метод подбора правильного ответа. В зависимости от сложности заданий в лекциях будут предложены объяснения грамматики, лексики, правильного перевода и так далее. Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы с вами пройдем положительный и отрицательный ответ. И также посмотрим, как правильно нужно отвечать на вопросы. На лекции чтения мы будем находить главные слова в коротких предложениях и также попробуем найти предмет рассказа. В этом задании нужно ответить на вопрос. Давайте вместе переведем на русский язык. Давайте переведем дословно. Дословный перевод будет И давайте перефразируем, чтобы был перевод правильный. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один Нет, я пользуюсь зонтом. Номер три Да, у меня есть зонт. Номер четыре Нет, это не зонт. Итак, вопрос был Усани 있어요? У вас есть зонт? Чонгдаб! Нам по смыслу подходит ответ номер три Да, у меня есть зонт. Итак, если вопрос Усани 있어요, если у вас зонт, то на него можно ответить положительно 네, 있어요, либо отрицательно Анио, 없어요. Положительный ответ будет по-корейски Можно ответить И обычно используется так же слово Итта Либо можно ответить отрицанием Можно ответить И Анио можно использовать со словом Нет, опта Также отрицание можно сказать В повествовании как Анида Используется с именительным падежом И КА Анида Например Усани Аниео Это не зонт Также было выражение Чуахада Нравится Чуахада Используется с именительным падежом Иль Рыль Чуахада Например Усан Эль Чуахео Мне нравится Зонт Но если вы хотите сказать Что хороший Тогда должен быть именительный падеж И КА ЧУТТА Например Зонт хороший Усани Чуахео Также когда мы говорим о зонте По-русски мы говорим У меня есть зонт Я открыл зонт Или Я пользуюсь зонтом По-корейски нужно использовать слово Сыда Сыда переводится как Пользоваться Усан Эль Саео Усан Эль Сыда Теперь давайте вместе с вами Попробуем сделать вопросы Итак Номер один Ответ был Усан Эль Саео Это зонт Значит вопрос должен быть каким Это зонт Усан Эль Саео Усан Эль Саео Если ответ Аня Усан Эль Саео Нет У меня зонт Или Я пользуюсь зонтом То вопрос может быть таким Может быть слово Которое не означает зонт Например Шляпа Моцар Эль Саео Вы одели шляпу У вас шляпа Анио Усан Эль Саео У меня зонт Я пользуюсь зонтом Если ответ Нее Усан Эль Саео Значит вопрос Если у вас зонт Усан Эль Саео Нее Усан Эль Саео Если ответ Анио Усан Эль Саео Значит вопрос должен быть какой Это зонт Усан Эль Саео Аниео Усани Аниео Нет Это не зонт 1 КОНЧЕГИЕО Давайте переведем на русский язык КОНЧЕГИЕО ТЕТРАТЬ Дословный перевод будет просто ТЕТРАТЬ Но правильный перевод будет ЭТА ТЕТРАТЬ И четыре варианта ответов НЕ КОНЧЕГИЕО Да Это ТЕТРАТЬ Номер два НЕ КОНЧЕГИ ОПСАЙО Да У меня нет ТЕТРАДИ Номер три АНИЕО КОНЧЕГИ САЙО Нет ТЕТРАТЬ ДЕШЕВАЯ Или Нет ТЕТРАТЬ СТОИТ ДЕШЕВО Номер четыре АНИЕО КОНЧЕГИ КОЙО Нет ТЕТРАТЬ БОЛЬШАЯ Итак, вопрос был ЭТА ТЕТРАТЬ На него можно ответить Да ЭТА ТЕТРАТЬ ЛИБО НЕТ ЭТА НЕ ТЕТРАТЬ ЧОНГДА Значит, правильный ответ Номер один НЕ КОНЧЕГИЕО Да ЭТА ТЕТРАТЬ В этот раз у нас с вами были слова такие САДА ДЕШЕВЫЙ КЫДА БОЛЬШОЙ ДОРОГОЙ ПО-КОРЕЙСКИ БУДЕТ БИССАДА А МАЛЕНЬКИ ЧАКТА САДА БИССАДА КЫДА ЧАКТА Теперь давайте попробуем вместе составить вопросы Если ответ НЕ КОНЧЕГИЕО ДА ЭТА ТЕТРАТЬ То, предположительно, вопрос может быть таким ЭТА ТЕТРАТЬ КОНЧЕГИЕО НЕ КОНЧЕГИЕЕО Если ответ НЕ КОНЧЕГИЕО ДА У МЕНЯ НЕТ ТЕТРАДИ То, предположительно, вопрос должен звучать так КОНЧЕГИЕО У ВАС НЕТ ТЕТРАДИ НЕ КОНЧЕГИЕО ДА У МЕНЯ НЕТ ТЕТРАДИ Если ответ НЕ КОНЧЕГИЕО У МЕНЯ НЕТ ТЕТРАДИ СТОИТ ДЮШЕВО То, предположительно, вопрос должен быть таким КОНЧЕГИЕ БИССАЙО ТЕТРАДЬ ДОРОГАЯ НЕ КОНЧЕГИЕО У МЕНЯ НЕТ ТЕТРАДЬ ДЕШЕВАЯ Если ответ АНИЕО КОНЧЕГИ КОЙО То, предполагаемый вопрос может быть ТЕТРАДЬ МАЛЕНКАЯ КОНЧЕГИ ЧАГАЙО АНИЕО КОНЧЕГИ КОЙО 2. СУКЧЕГА МАНАЙО Давайте переведем на русский язык СУКЧЕГА МАНАЙО СУКЧЕ, ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ МАНАЙО, МНОГО ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ МНОГО ЛИБО ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД БУДЕТ У ВАС МНОГО ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ Ответы Номер один НЕ СУКЧЕЕЙО Да, это ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ Номер два НЕ СУКЧЕРЫ АРАЙО Да, я знаю, какое ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ Номер три АНИЕ СУКЧЕГА ОПСАЙО Нет ДОМАШНИЕГО ЗАДАНИЯ НЕТ Номер четыре АНИЕ СУКЧЕРЫ ЧУВАХЕЙО Нет, мне нравится делать ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ИТАК, ВОПРОС БЫЛ У ВАС МНОГО ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ? ЧОНГДАП Правильный ответ номер три АНИЕ СУКЧЕГА ОПСАЙО Нет ДОМАШНИЕГО ЗАДАНИЯ НЕТ Давайте посмотрим на лексику диалога У нас было слово МАНАЁО МАНТА МНОГО ЧОКТА БУДЕТ МАЛО АЛЬДА АРАЁО ЗНАТЬ МОРЫДА НЕ ЗНАТЬ БУЛЯЮ ЧУТТА НРАВИТСЯ СЕЛЬТА НЕ НРАВИТСЯ Теперь давайте попробуем составить вопросы Если у нас ответ НЕ СУКЧЕГО Значит вопрос должен звучать ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЕ Это ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЕ СУКЧЕГО НЕ СУКЧЕГО Если ответ НЕ СУКЧЕГО АРАЁО Да, я знаю домашнее задание Или да, я знаю какое домашнее задание Значит предположительно вопрос должен быть СУКЧЕ АРАЁО Вы знаете какое домашнее задание? НЕ СУКЧЕ АРАЁО Если ответ АНИЕ СУКЧЕГО ОПСАЁО Нет домашнего задания нет То можно спросить СУКЧЕГО МАНАЁО У вас много домашних заданий? Если ответ АНИЕ СУКЧЕ ЧУВАХЕО Нет, мне нравится делать домашнее задание То предположительно вопрос может быть СУКЧЕ ГОХЕО Вам не нравится домашнее задание? Или вам не нравится делать домашнее задание? АНИЕ СУКЧЕ ГОХЕО 3. МО САЛЬКО ЕЮ? Давайте переведем на русский язык Дословный перевод будет БО, что САЛЬКО ЕЮ? Будете покупать А правильный перевод будет Что ВЫ будете покупать И даны 4 варианта ответов Номер 1 Куплю две штуки Я куплю две штуки Номер 2 Я куплю кошелек Номер 3 Я куплю на выходные Номер 4 Я куплю на рынке Итак, вопрос Что ВЫ будете покупать? То есть ответ должен быть Что Я буду покупать? Я буду покупать и какая-то или какую-то вещь ЧОНГДАБ Значит, правильный ответ Номер 2 ЧИГАБЫ САЛЬКО ЕЮ? Я куплю кошелек Лексика этого диалога будет МЯТКЕ Сколько штук? ОНДЕ? КОГДА? ОДЕСО? ГДЕ? Теперь давайте попробуем составить Вопросы к ответам Если ответ ДУГЕ САЛЬКО ЕЮ? Я куплю две штуки То вопрос должен быть Сколько штук Вы купите? МЯТКЕ САЛЬКО ЕЮ? ДУГЕ САЛЬКО ЕЮ? Если ответ ЧИГАБЫ САЛЬКО ЕЮ? То есть Я куплю кошелек То вопрос должен быть Что Вы купите? БО САЛЬКО ЕЮ? ЧИГАБЫ САЛЬКО ЕЮ? Если ответ Я куплю на выходные Ключевое слово Выходные Значит вопрос должен быть Когда Вы купите? ОНДЕ САЛЬКО ЕЮ? ЧИГАБЫ САЛЬКО ЕЮ? Куплю на выходные Если ответ СИДЯНЬЕСО САЛЬКО ЕЮ? То предположительно вопрос Должен звучать как Где Вы это купите? ОДЕСО САЛЬКО ЕЮ? СИДЯНЬЕСО САЛЬКО ЕЮ? СА БОН И ХВЕСАЕСО ОЛЬМА НА ИЛЕТСОЮ? Давайте переведем на русский язык Дословный перевод будет таким И ХВЕСАЕСО В ЭТОЙ КАМПАНИИ ОЛЬМА НА КАК ДОЛГА ИЛЕТСОЮ? РАБОТАЛИ? Правильный перевод будет Как долго Вы работали в этой компании? Теперь давайте посмотрим на варианты ответов НОМЕР ОДИН ЛИБО МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ КАК Я РАБОТАЛА ОДНА НОМЕР ДВА САМ НЕН ИЛЕТСОЮ? Я РАБОТАЛ ТРИ ГОДА ЛИБО Я РАБОТАЛА ТРИ ГОДА НОМЕР ТРИ ОВУЕ ИЛИСАЕО Я РАБОТАЛ ПОСЛЕ ОБЕДА ЛИБО Я РАБОТАЛА ПОСЛЕ ОБЕДА НОМЕР ЧЕТЫРЕ ТИБЕ ЗО ИЛИСАЕО Я РАБОТАЛ ДОМА ЛИБО Я РАБОТАЛА ДОМА ИТАК КАК ДОЛГО ВЫ РАБОТАЛИ В ЭТОЙ КАМПАНИИ? ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ИЛИ КАК ДОЛГО ОН РАБОТАЛ В КАМПАНИИ? ЧОНГДАБ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НОМЕР ДВА САМ НЕН ИЛИСАЕО ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ СОСТАВИТ ВОПРОСЫ К ОТВЕТАМ ЕСЛИ ОТВЕТ ХОНЗЯ ИЛИСАЕО Я РАБОТАЛ ОДИН ТО ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ВОПРОС ДОЛЖЕН ЗВУЧАТЬ КАК С КЕМ ВЫ РАБОТАЛИ? ДУГУ ВА КАЧИ ИЛИСАЕО? ХОНЗЯ ИЛИСАЕО? ЕСЛИ ОТВЕТ ТРИ ГОДА РАБОТАЛ САМ НЕН ИЛИСАЕО? ТО ВОПРОС ДОЛЖЕН ЗВУЧАТЬ КАК СКОЛЬКО ВЫ ИЛИ КАК ДОЛГО ВЫ РАБОТАЛИ? Если ответ 오후에 일했어요, я работал после обеда, значит вопрос должен звучать как когда вы работали, 언제 일했어요? Если ответ 집에서 일했어요, я работал дома, вопрос должен звучать как где вы работали, 어디서 일했어요? В этом задании нужно ответить на вопрос, о чем говорится в тексте. Давайте прочитаем текст и переведем его на русский язык. Давайте переведем дословным переводом. Правильный перевод будет «Я съел виноград». Итак, ключевые слова в этом тексте будут «ПУДО» – «Виноград», и во втором предложении опять встречается «ПУДО» – «Виноград». И даны четыре варианта ответов. Номер один – «Сиган» – «Время». Номер два – «Конбу» – «Учеба». Номер три – «Куаэль» – «Фрукты». Номер четыре – «Нальтя» – «Дата». Итак, виноград – это «Фрукт». Чонгдаб. Правильный ответ номер три – «Куаэль» – «Фрукты». Если мы посмотрим на категории, если это категория «Щиган» – «Время», то в тексте могут нам встретиться такие слова, как «Бьетси» – «Васколько», «Онже» – «Когда», «Оджон» – «С утра», «Оху» – «После обеда», «Ачим» – «Утро», «Нат» – «День», «Чонёк» – «Вечер». Если категория «Конбу» – «Учеба», то в тексте могут нам встретиться такие слова, как «Хаккё» – «Школа», «Сюнсенним» – «Учитель», «Хаксэнь» – «Ученик», «Кёгуасо» – «Учебник». Такая категория, как «Фрукты» – «Куаэль» связана с фруктами. Например, «Тальги» – «Клубника», «Сюбак» – «Арбуз», «Банана» – «Банан». В такой категории, как «Нальча» – «Дата» может встретиться месяц, например, «Ирволь», либо какая-то особая дата, например, «Саэль» или «Код» – «Итчанщипчельнён». Давайте переведём на русский язык. Либо правильный перевод будет «У меня также есть старшая сестра». Давайте посмотрим на ответы. Номер один – «Ирым» – «Имя», номер два – «Хаджок» – «Семья», номер три – «Сэньель» – «День рождения», номер четыре – «Чинго» – «Друг» или можно перевести как «Подруга». Ключевые слова этого текста будут «Оппа» – «Старший брат» и «Онни» – «Старшая сестра». Что же объединяет эти два слова? Их объединяет слово «Семья». Чонгдаб – правильный ответ номер два – «Коджок». Теперь давайте посмотрим. Если мы увидели категорию «Ирым» – «Имя», то в тексте могут встретиться именно имена. Например, такие как «Ким Ён-ха» или «Чеймс» или «Мария». Если вы увидели категорию «Каджок» – «Семья», то значит в тексте могут встретиться такие слова, как «Пумоним» – «Родители», «Чинчок» – «Родственники» или, например, «Тунгсэнь» – «Младший брат» или «Младшая сестра». Если категория «Сенель» – «День рождения», то может быть какая-то дата, например, «Четвёртое января» – «Ирволь Саэль». Категория «Друг» или «Подруга Чингу» может привязана к таким словам, как «Ужонг» – «Дружба», «Качи ноль да» – «Вместе проводить время», «Качи то не да» – «Вместе куда-то ходить». Давайте переведём на русский язык. Я работаю в офисе. Я работаю в автомобильной компании. Я работаю в автомобильной компании. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. В нашем тексте у нас слова такие Эти оба слова принадлежат категории «Профессия». Правильный ответ номер четыре. Теперь давайте посмотрим на лексику. Если категория «Чими» – «Хобби», то в тексте могут нам встретиться такие слова, как «Йо Хэнь» – «Путешествие», «Сипчасу» – «Вышивание крестиком», «Гольпы» – «Игра в гольф». Если категория «Чангсо» – «Место», это означает, что будут слова, связанные с местом, такие как «Оди» – «Где» и также «Имя» – «Место». Если категория «Чумаль» – «Выходные», то могут встретиться слова, такие как «Тойоэль» – «Суббота» и «Рюэль» – «Воскресенье». В категорию «Чего» – «Профессия» связаны такие слова, как «Хэсаон» – «Офисный работник». Также это может быть, например, «Доктор» – «Иса» или, например, «Учитель» – «Сонсенним». Давайте прочитаем и переведем на русский язык. 한국에는 в Корее «Пом» – «Весна», «Ёрым» – «Лето», «Каыль» – «Осень», «Геури» – «Зима» и «Сымнида» – «Есть» или «В Корее есть весна, лето, осень и зима». «Чигумэн» сейчас «Каыримнида» – «Осень». Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один – «Гезель» – «Время года» или «Сезон». Номер два – «Нара» – «Страна». Номер три – «Сиджан» – «Рынок». Номер четыре – «Хьюэль» – «Выходной». Ключевые слова этого текста будут «Пом», «Ёрым», «Каыль» и «Кёуль». То есть весна, лето, осень и зима. Что это? Это времена года. «Чонгдап» – правильный ответ номер один – «Гезель». Если категория «Страна» – «Нара», то в тексте могут встретиться названия стран. Например, «Корея» – «Хангук», «Россия» – «Россия», либо «Англия» – «Йонгук». Если категория «Рынок», то могут встретиться такие слова, как «Цена» – «Хагёк», либо, например, «Овощи» – «Яче». Если категория «Хьюэль» – «Выходной», или можно также перевести как «Праздник», то могут встретиться слова, связанные с праздником. Например, «День Благодарения» – «Чусок», или «Лунный Новый Год» – «Сольналь», либо «Новый Год» – «Сэгэ». В этом задании нужно прочитать текст и выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Для этого давайте сначала переведём на русский язык. Я учусь рисовать. Я учусь рисовать. Иногда мы с мамой посещаем художественную галерею. Чтобы ответить на это задание, давайте выделим ключевые слова. Ключевые слова этого текста будут. Крымэль пеу да. Учусь рисовать. Гонгонэсо кыри да. Рисую в парке. Омони ва мисульганэ ка со. Иду в художественную галерею с мамой. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. 저는 어머니와 공원에 갑니다. Я с мамой хожу в парк. Номер два. 어머니는 그림 공부를 합니다. Мама учиться рисовать. Номер три. 저는 공원에서 그림을 그립니다. Я рисую картины в парке. Номер четыре. 어머니는 혼자 мисульганэ ка мне да. Мама одна ходит в художественную галерею. По нашим ключевым словам мы знаем, что этот человек учится рисовать, рисует картины в парке и ходит в художественную галерею с мамой. То есть мама туда одна не ходит. 정답. Значит, правильный ответ номер три. 저는 공원에서 그림을 그립니다. Я рисую картины в парке. Давайте прочитаем и переведем на русский язык. 오늘, сегодня, 저녁에, вечером, 손님이 옵니다. Гости приходят. Сегодня вечером приходят гости. 그래서, поэтому 아침에, утром, 곧도 사고 и цветы купил или купила, 집도 정서였습니다. И дом убрала или убралась. Получается такое предложение. Поэтому я утром и цветы купил и дома убрался. Или и цветы купила и дома убралась. Работа, когда закончится. Работа, когда закончится. Работа, когда закончится. Сегодня вечером, сегодня вечером, 손님, гости. Год, 정서. Цветы и уборка. 일찍, рано, 음식, 준비. Рано пойду и буду готовить еду. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 저녁에 종소를 할 겁니다. Вечером буду убираться. Номер два. 손님과 저녁을 먹을 겁니다. Буду ужинать с гостями. Номер три. 음식을 벌써 준비했습니다. Еду я уже приготовил или приготовила. Номер четыре. 손님이 것을 사올 겁니다. Гости купят цветы. По нашим ключевым словам мы знаем, что этот человек сам купит цветы и уберется и пойдет рано домой, чтобы приготовить ужин для гостей. 정답. Значит, правильный ответ номер два. Сонним과 저녁을 먹을 겁니다. Давайте прочитаем и переведем на русский язык. 저는, я, 마음이 아프고, душа болит и, 힘들 때, трудно когда, 친구를 만남니다. С другом или подругой встречаюсь. Получается такое предложение. Когда болит душа и трудно, я встречаюсь с другом или подругой. Я с ним, с ней делюсь мыслями. 그러면 тогда, 기분이 좋고, настроение хорошее и, 즐겁습니다, радостно. Давайте найдем ключевые слова. Ключевые слова будут, 마음 아프고, 친구. То есть, когда болит на душе, то нужен друг. Для чего нужен друг? 친구에게 이야기합니다. Я другу рассказываю. Я другу рассказываю. 기분이 좋고, 즐겁습니다. То настроение хорошее и радостно. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 저는 친구의 이야기를 잘 듣습니다. Я хорошо слушаю рассказы друга или можно перевести как подруги. Номер два. 저는 친구를 만나면, если встречаюсь с другом или подругой, 마음이 아픕니다. У меня болит душа. Номер три. 저는 기분이 좋을 때, когда у меня хорошее настроение, 친구를 만나면, я встречаюсь с другом или подругой. Номер четыре. 저는 힘들 때, когда мне трудно, 친구와 이야기를 합니다, я делюсь с другом или подругой. Итак, по ключевым словам мы знаем, что этот человек, когда ему трудно, то он встречается с другом или подругой и рассказывает, что же ему трудно. И тогда у этого человека поднимается настроение. 정답. Значит, правильный ответ номер четыре. 저는 힘들 때, 친구와 이야기를 합니다. сегодня на лекции аудирования мы с вами прошли отрицательный и положительный ответ. Положительный будет . Отрицательный . Также мы сегодня научились находить правильный ответ на вопросы и составлять сами вопросы. Сегодня на лекции чтения мы с вами научились находить главные по смыслу слова в тексте. Как вы уже сами поняли, большинство таких слов – это существительные, которые обозначают предмет, место, время и т.д. Если научиться обращать на них внимание, то очень легко можно будет найти правильный ответ. Сегодня мы также попробовали с вами переводить дословно с корейского на русский язык, а затем уже составлять правильно предложение на русском языке. Дословный перевод вам может помочь в будущем, чтобы быстрее понять смысл предложения. Также, как вы уже поняли из лекции, отличие корейского языка от русского в том, что в корейском языке часто в предложении не используется местоимение. И при переводе нужно понимать, от какого лица идет речь. Спасибо и всего вам хорошего!